Нормально. Нормально. Что там с Романом случилось? Что там с Романом случилось? Почему он так чихал? Чихал, я не знаю. Он так роскостный я не слышал. Мы что-то сделали с Романом. Если ты что-то сделал, поделись. Ветер с Романом. Как с Романом. Ну что, обед уже перебаривается, да? Оставили место для мозга. Для мозга. Нет свободного потока крови. Это хорошо. Потому что мы как раз и бессознательно будем работать. Ну что, опять же, шестишаговый репремиум. Как мы говорили до перерыва. И я хочу вам рассказать историю, как это все... Как вообще он был рожден. Сама схема шестишагового репреминга. Когда-то Джон Гриндер ехал на семинар, который должен был проводить с психотерапевтами, с психиатрами. И попутно делал демонстрации с очень сложной больной. С шизофрениками и так далее. Как бы за которыми никто не хотел браться. И вот он приехал в этот город, прилетел. Приехал вечером. И решил порать жить и спать, чтобы утром быть бодрым, свежим. И провести все на должном уровне. Но когда утром он проснулся, оказалось, что у него очень высокая температура. Сорок. И у него начинался легкий кашель. Он понял так, что это очень похоже на пневмонию. И обоскопогнушую все равно. И тогда он решил, что самым оптимальным вариантом будет обратиться к своему подсознанию. Или бессознательному. И он заключил со своим бессознательным. Такой договор. Дорога моя бессознательная. Отдаюсь, так сказать, в твоей руке. Пусть все произойдет на должном уровне. Вот демонстрация будет успешно. Я научу этих людей всему тому, чему могу научить. А вечером, когда семена закончатся, я обещаю, честное пионерское, я приду домой, я выпью лекарство, приму ванную, там все как полагается. А раньше надо спать. И, как ни странно, весь этот день он говорит о том, что он не помнит, как пролетел этот день. Все, что сознательно он помнит, это будет перерыв. Только обед и кофе-брейк. Что он делал в это время, он не понимал. Он пришел вечером, семена закончился, он пришел вечером домой. Сделал все, собрел все договоренности и лег спать. Утром проснулся, бодрый, отдохнувший. Никакой болезни, вроде как нет. Но вдруг он понял, что он совершенно не понимает, что он делал вчера. На сознательном уровне. На сознательном уровне. Что там было. А семена был трехдневный. Ему на следующий день нужно было снова идти к тем же людям и что-то им рассказывать. И он решил прийти чуть-чуть пораньше в эту аудиторию, чтобы, так сказать, посмотреть, может участников что-то выяснить. Ну, что вообще происходило? Никакого сознательного понимания нет. Никакой большой хитрец. Он решил выяснить, что же происходило вчера силами своих участников. Да. И он пришел к эту аудиторию, там собирались клевые участники. Он стал задавать им всякие наградящие вопросы. А что вам вчера больше всего понравилось? Или, а что вам было больше всего непонятно? А какая демонстрация вам показалась наиболее интересной? Что именно в этой демонстрации было наиболее интригующим для вас? Угу. Таким образом, ему удалось узнать приблизительно, как проходил вчерашний день. Какую-то последовательность хотели собрать. Он с удивлением обнаружил, что он, оказывается, демонстрировал работу с пятью больными. Причем демонстрировал это блестяще. Это понравилось персоналу, с которым он работал. И пока он разговаривал, он заметил, что его глаза постоянно поворачиваются в доске. Ну, как-то стремлялся. Он решил, он заметил это и решил подойти на доске, почитавшись, как право написано. И он подошел на доске, его рукой был написан план его действий. Шести шагов для времени. Перед маркератом. Да. Шесть шагов. Шесть шагов. И он встал и был потрясен простотой и красотой вот этого процесса. Который сознательно, он никогда из себя, он даже не представлял, что он это может делать. И после этого, потом тоже выяснилось, что его попросили, вот в то время, когда он был в таком бессознательном состоянии, один из участников попросил его явно написать какие-то шаги, что он проделал с пациентами. И он подошел на доске. Вот так вот был, собственно, и рожден шести шагов для времени. Как Гринер говорит, я до сих пор не имею сознательного доступа, то есть не могу вспомнить, что же происходило в тот день. Он говорит, я когда увидел эту запись, сделанную моей же рукой, я был в полном замешательстве относительно того, что же могли значить эти пункты. То есть вроде бы там все было понятно и красиво, но что я говорил, как я комментировал. И он говорит, я так хитро подкрался и говорю, кто помнит, как я писал вот это? Угу, да, хорошо. Что же я сказал по первому пункту? Так, замечательно. Что мы с вами, давайте-ка освежим, что мы с вами выясняли вот в этом пункте? Он говорит, таким образом мне удалось сознательно собрать, что там было на самом деле в прошлый день. И, в общем-то, все это свидетельство потом, он сам говорит, что я был потрясен, какие сложные процессы, творческие задачи может решать нашими сознательными. То есть фактически без участия вот того острова сознания, который мы всегда пользуемся в общей жизнью. Когда в первый день он осознавал, что наступил период, его сознание частично включилось, он задал своему подсознанию вопрос, ну как там у меня проходит? Что ему сознательно? Он сказал, ну молчи, я само собой скажу. То есть так это звучало возложение видео. Что это за процесс такой? Это удивительная демонстрация работы бессознания. Вот мы очень часто считаем, что вот то, что мы там говорим, думаем, контролируем и так далее, это мы и есть. Все, этим исчерпывается все. На самом деле существует еще большой-большой класс процессов, которые мы не в состоянии контролировать или осознавать. Точно так же, как, например, до тех пор, пока мы вас не спросили, вы не обращали внимание, скажем, на температуру, определенную температуру, скажем, тестировку. Сейчас, когда я сказал об этом, внимание перефокусировалось. И это стало входить в область осознавания. То есть, ага, да, вот у меня вот эта торга такая, это такая, это чуть теплее и холоднее. До тех пор процесс тут прекрасно происходил, но происходил вне нашего осознавания. Вот Гриндер таким замечательным подходом, он как бы позволил, это произошло сконтанно, но он позволил что сделать? Перекинуть мостик от работы бессознательного к сознанию. А потом начать вот это вот, в переходный момент, начинать осознавать. Мы с вами, давайте попробуем пойти, может быть, очень симметически, по Гриндеру, и сделаем то, что сделал он для того, чтобы появилась эта техника. Мы не будем проходить все эти шаги и договариваться, там, яви мне эту технику, да, насколько эта техника уже есть. Но мы совершенно точно с вами пройдем через все эти простые шаги для того, чтобы понять, как научиться договариваться со своим бессознательным. Это гораздо лучше, чем приказывать себе или, там, говорить себе тысячу раз, успокоиться, успокоиться, там, или, например, там, пусть это боль пройдет, вот, зараза, где ж тут я зал кеха, да, почему не продают или сборят вещи, да, имеет смысл договариваться со собой. Каждый наш день с утра до вечера состоит из большого потока, из большого количества сигналов, которые нам дает организм. Часть этих сигналов мы осознаем. Мы можем осознавать, что где-то там увеличился пульс, и...